Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня, как вы уже понимаете, у нас будет мукбанг. Это у нас долма из листьев винограда. Приготовила я ее сама. Также у нас есть рецепт на нашем кулинарном канале, который называется iCook. Переходите, смотрите, готовьте. Это очень вкусно. Помидорки у нас здесь. И сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые вы задавали мне в инстаграме. Вопросов много. Активность особо в инстаграме у меня не упала. Мне кажется, большинство все-таки заходит через VPN. А некоторые говорят, что даже без VPN работает, когда с Wi-Fi. Вкуснотища, просто вкуснотища. Кстати, я поменяла ракурс, вернула в прежний ракурс. Пишите обязательно в комментариях, как вам нравится больше. И давайте приступим к вопросам. Я здесь пару штук заскринила. Интересных и которые очень часто повторяются. Один из самых частых вопросов связан с ростами цен. Наблюдается ли у нас такая тенденция? Кто не знает, я живу не в России. Я живу в Азербайджане, в городе Бако. Кто, возможно, впервые на моем канале. В общем, что касается цен. Честно, особо такого роста я не замечаю. Я подумала, может, я его не замечаю я. И спросила у мамы. Мама говорит, что она тоже не замечает. Вроде цены как были, такие остались. Просто говорят, что подорожает очень сильно хлеб. У нас хлеб стоил 50 копеек. Это все равно было в разы дешевле, чем в России, например. Ну, даже если хлеб будет стоить условно, ну, пусть один монад. Все равно, если все остальные продукты будут стоить так же, я думаю, это не сильно будет бить по карману. Вот, так что. Я даже одно время, когда вся эта шумиха началась, я подумала, надо купить себе Apple Watch. Вдруг у нас тоже все подорожает. Ну, сейчас я просто, знаете, как бы захожу в магазин, и я не вижу вот этой паники. Я не вижу, что люди что-то прям покупают. Все такие на расслабоне, на чиле. Я тоже не стала. В магазинах продуктов достаточно много. То есть, никакой паники, толкучки нет. Так что, вот такие вот дела. Возможно, я не замечаю. Я, например, заметила, что брокколи подешевел за последнее время, и грейпфрут, причем везде. Странная тенденция. Обычно цены только вперед, только наверх. Ну, а сцены поднялись, когда был после коронавирусный вот этот вот период. Вот тогда да. А сейчас вроде все так же. Это что касается цен. Потому что таких вопросов было очень-при-очень много. Алька, почему не сделаешь мукбанг с роллами? Мукбанг с роллами будет следующее. Не знаю, может, послезавтра сниму, а может и завтра. Я очень соскучилась по роллам, так что будет. Что подарил парень на 8 марта и на 14? Как ты поняла, что это тот самый человек, с которым стоит... Второй вопрос этой же девушки. Стоит строить отношения. Как я поняла? Вы знаете, первое, на что я обратила внимание, когда мы познакомились, мы начали переписываться. И, возможно, это мелочь. И вам покажется это глупым и как-то тупым. Но мне очень понравилось, что мой парень писал без единой ошибки, со всеми знаками припинания. Я человек, который пишет предложения так, чтобы их еле можно было прочитать. Это не значит, что я считаю, что так круто. Мне очень понравилось, что он пишет без ошибок, пишет какие-то интересные истории. То есть, очень грамотно излагал свою мысль. И меня это подкупило. Возможно, я не права, и на это даже не стоит обращать внимания, но я в свое время обращала. Потом, когда он предложил встретиться, он предложил увидеться в удобное для меня место. Также предложил приехать за мной. Для меня это тоже очень важно. Мне кажется, это проявление как бы мужчины. Не был навязчивым. Не говорил на первом свидании о своей безграничной любви, о свадьбе. Когда мужчина с первых минут общения начинает говорить о каких-то серьезных намерениях, меня это очень сильно пугает и очень сильно отталкивает. Я считаю, что отношения должны развиваться постепенно. На первом свидании мне не подарили цветочек. Кто не знает, мы познакомились на дне рождения. После нашего знакомства мы где-то дней 20 с ним просто общались и не виделись. И вот спустя 20 дней мы как бы увиделись и не было, знаете, такой нотки, типа, ты моя девушка, я твой парень. Мы просто общались на какие-то посторонние темы. И мне это очень нравилось. То есть я не люблю парней, которые очень сильно торопят события. Торопят, правильно, да? В общем, я люблю, когда все двигается постепенно, когда девушка сама приходит к выводу, что им лучше уже стать, например, парой и так далее. Сестра моей подружки однажды увиделась с парнем, познакомилась через интернет. Они пообщались 3 дня и все эти 3 дня он наставил, что давай увидимся, давай увидимся, какой смысл общаться, если мы не виделись в жизни. Увиделись. И после того, как они увиделись, мы с тобой пара, мы с тобой вместе. Я тебя люблю. Говорить слово я тебя люблю на третий день знакомства меня это настораживает, лично меня. Самое главное для меня в отношениях, чтобы все двигалось постепенно. То есть не сразу. Сразу признание в любви, там еще что-то. Я считаю, что даже когда парень на первом свидании берет девушку за руку, это неприемлемо, это неправильно для меня. мы девушки устроены немножко иначе, чем парни. И нам нужно время, чтобы полюбить человека. поэтому вот так вот. Вообще, какой вопрос был. Что подарил на 14 февраля? и что подарил на 8 марта? Мы с моим парнем уже где-то года два, когда говорили, что мы будем согласовать подарки друг с другом. Например, я выбрала браслет золотой, который я хочу. и пошел купил этот браслет. Вот и мой подарок. Сильно, знаете, вот эти сюрпризы я все это дело не люблю. Сюрпризы, это, конечно, хорошо, но не знаю. На начальных этапах отношений сюрпризы, это классно. Я бы даже предпочла с парнем вместе пойти и купить подарок. Но, к сожалению, у него нет терпения. Поэтому поэтому как-то так. Как я люблю эти конфеты. Вот вы не поверите, вчера я рисовала, делала для вас бумажную коллекцию. я съела 30 штук. Обожаю. Я не знаю, есть ли у вас такие это типа пчелки. Любимые. Можно снять челлендж. Сколько я смогу съесть? Я смогу 50-х съесть. В общем, вот такие вот дела. И на 8 марта мы с ним должны были сходить и купить мне подарок на 8 марта. Я хотела себе сумку. Но так получилось, что я увиделась с подружкой 7-го, по-моему. Или 6-го. 7-го, наверное. Мне очень понравилась одна сумка. Я ему просто скинула. Он сказал, я тебе сейчас скину деньги. Ты купи. Потом 8-го мы должны были куда-то сходить. Мне было, как всегда, неохота. Я, знаете, такой домосед. Мне комфортно дома. Я могу целыми часами лежать и просто смотреть ютубчик. Я кайфую от этого. Если еда, мне удобнее заказывать на дом. Тот же Макдональдс. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока.